Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Токси Кул. ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаёху, ляля кебаб. И мы стартуем. Реди стади го, погнали! Так, ну что, ребятушки, заводим наш Део Лексус. О, чётенько. Уточка на базе. Пивчанский тоже, Катяра тоже здесь. Ребятки мои хорошие, всем добрейшего времени суток. Так, кто не видел, покажу ещё раз, как прошла наша ночка. Были прилёты. Это была жесть, конечно. И после этого сразу вам покажу последствия, собственно, этих прилётов, что произошло. Так, ребятушки мои хорошие, сижу, соблюдаю правила двух стен. Пишут, что что-то летит, что-то может прилететь, ребята. Слышали, ребят, как гухнуло? Жесть. Вот так вот мы тут и живём, в городе Харькове. Сижу в коридоре, соблюдаю здесь правила двух стен. Тут единственное место у меня в доме, где есть две стены, ребятки. Вот опять что-то пишут. Жесть, конечно. Водичка набрата. Стоит везде у меня в ванной, в туалете, в погребе. Также в погребе стоит переносной туалет на всякий случай. Подписчики прислали тёплое одеяло, фонарик. Тоже есть у нас. Так, ребят, мои хорошие. Вот здесь вот закреплю вам, посмотрите. Здесь, здесь. Что произошло этой ночью? Какие последствия? Последствия, конечно, ужасные, я вам должен сказать. Такие прям капец. Вырвы после вот этих вот взрывов. Жёсткие. Да и вообще было очень громко ночью. И я так понял, что их было много, этих ракет. Я услышал всего два прилёта. Не знаю, сколько слышали. Вы напишите в комментариях. Ну, вот такая, собственно, у нас обстановка на сегодняшний день. Надеюсь, вы живы, здоровы. Всё с вами в порядке. Держимся, ребят. Пу-у-у-у-зи, червона колына, Где наш десунечка? Новая точка сборки. Зевсунья собственной персоной. Весиком лежал, Зевсунь. Ты лежал под навесиком? Мой ты хороший. Манёсенький. Завайся. Ты знаешь, да, Зевсунья, что мокро? И ты на мокром не лежишь. Ты умненькая собачка, да? Грамотненький. Чтоб не капало на тебя. Сухой, видите, какой. Красава. Как, ребятки мои дорогие, перекус, таксиста, чек. Дорого-богато, яичко и пюрешечко. Распаковка. Пюрешки и яичнички, ребят. Всем приятного аппетита, кто кушает. Шмакота. Простой такой завтрак туриста. Завтрак олигарха. Светские львицы, конечно, завидуют. Они, кроме своих креветок и красной и черной икры, ничего не ели. Светские львицы, попросите кого-то с простой, из набогатой семьи, приготовить вам такое чудесное блюдо. Яичничка и пюрешечко. Я вам обещаю, вы кайфанюки. Всем приятного аппетита, кто кушает. Пишите, ребят, напишите в комментариях, что вы там кушаете. Может, меня реально одни только светские львицы смотрят? И светские львы. Так, ребятки, всем добрейшего времени суток. Мы начинаем. КВН, как говорится. Погнали. Сейчас ингреберцев сразу покормим наших. Птичекс. 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 Алёп. Будьте так любезны. Бери, бери, байрактарчик. Бери хорошими. Бери, кушай. Приятного аппетита. Понапер, скажи, вот этих дурдомовцев сюда, да? Двоих. Фигу живешься с ними. Байрактар и сам неплохо жил. Притащил, скажи, че-то хлопцы, че девчата, непонятно кого. Че-то два пацана и байрактар пацан, да? Так, я уже подготовился. Уже даже в руку взял корм. Сейчас буду давать нашим анцитрусам. Четыре. О, восемь. Девять штук хватит. Так, один малек у нас погиб. Но его он героически уже доедают другие анцитрусы. Что подтверждает, что они, конечно, каннибалы запросто это могут лопануть. Или как, кто они там, падальщики. И, в общем, сейчас они поедят и буду мыть фильтр. Убирать у них в аквариуме, потому что мутная вода. Короче, каждые два дня железно надо убирать. Здесь сейчас покормлю наших рыбок сухим кормом тоже. Тетрай, спасибо, ребят, подписчикам огромное за корм. Упаковичи на базе, начали на расслабоне, все четенько. Сейчас еще вам покажу, у меня же там тоже другие аквариумы, надо не забыть показать. А то я эти по привычке снимаю. А те, ребят, то надо что-то еще сказать, то думаю, как в видео там следующее, что вам рассказать. И вот это, знаете, оно все в голове. Потом то гэпанье, гупанье, то еще что-то. И, в общем, сорян, иногда могу завтыкать и забыть. Тут, как вы видите, Титаник в своем обличье, все четко. Ребят, писали там в комментариях, Саша поставил горшок второй, им негде будет просто плавать, ребят. Я бы поставил горшок второй, им негде будет просто плавать. Я все собираюсь с мыслями купить клей и приклеить им вот здесь вот, например, да, приклеить, ну, надо с той стороны, потому что с этой стороны не годится там фильтр, приклеить с этой стороны такой островок. Вот, чтобы он был вот так вот, прямо над водой, там, к примеру, ну, где-то на глубине, как вот, вот тот горшочек, чтобы им удобно было залазить. И, чтобы немножко так пока-то была здесь ступенечка такая, чтобы они могли залазить туда. Но это герметик, это стекло, которое нужно вырезать. Я, ребят, мне нечем, и я вот не все умею, к сожалению, стекла вырезать я не умею, либо же у меня такой стеклорез. Когда-то я пробовал вырезать, но на работе вырезал и брал у человека, у него был шикарный стеклорез. И я вырезал, получалось. Сейчас, получается, я пробую с бэушных стекол старым стеклорезом и китайским стеклорезом старым. Ничего не получается, крошится, и в размер я вот сюда, естественно, не попаду. Будут то такие щели, то сколы, могут пораниться. Ну, короче, не приклеишь толком, а если отпадет, то еще и побить может дно. В общем, надо, конечно же, заняться, но, как говорится, как раз богатею. Потому что то пятое, то десятое, то шестнадцатое, то пятнадцатое. Внизу бы так трубы ломаются, то еще что-нибудь, вот, пожалуйста, чтобы понимали. Вот, не отходя от кассы. Маймошу, 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 ребят. Будем потихоньку выживать. Сделаем, я думаю, и здесь им порядок наведем. Так, молечи. И сюда. Сейчас выключу фильтры, чтобы они поели нормально. Фильтр, заметил, очень сильно забивается фильтр, если не отключаешь его, ребят. Поэтому взял за моду отключать фильтр, когда кормлю мальков. Конечно, бывает забываю, но ничего страшного. Дамы и господа, мои самые лучшие, самые преданные и любимые зрители. Сейчас мы будем кормить наших ребонек в видовом аквариуме. Надеюсь, он вам нравится. Мне нравится, красиво, зелено, как я хотел, как у меня был в детстве аквариум. Вот эта вот травка такая, которая еще и кислород пускает. И валиснерия. Плюс у дедушки, когда-то мы купили, да, гигантскую, очень красивая валиснерия. Так, ребят, давайте даем корм. Таблеточки. Цитрусом. И сухой кормик. Вот так. Раз. Пучечку. И два. Пучечку. Два, иногда еще три. Ну, наверное, хватит, да, дорогие мои? Рыбки кушают. Все четко. Ребятки, тут у меня стоит аквариум подписчика. Здесь у меня растут мальки. Тоже кормлю их, естественно. Вот такая обстановочка. Обогреватель купил. Всем спасибо, кто помогает, ребят. Тоже вот стоит здесь. Видите? Домик. Травочка. Свет у нас здесь есть. И здесь стоит аквариум. Сейчас свет включу, наверное, чтобы было видно. Да и так, наверное, видно, ребят. Здесь стоит аквариум, получается, подписчицы. Которые, я думаю, сделать с него огромный родильный дом. И чтобы мальки там, короче, жили. Вот здесь тоже родильня у меня такая маленькая стоит. Вот, но здесь погибают самочки. Очень сильный, маленький объем. Поняли, ребят? Здесь надо или четко надеть на два, или, ну, я не знаю. Не нравится им в этом аквариуме. Здесь когда-то, кстати, жили эти черепашки, если кто-нибудь в курсе. Вот они помещались идеально в этом аквариуме. А вот это аквариум получается вообще моей прапрабабушке. Чтобы вы понимали, она покупала своему внуку вот этот вот аквариум. Вот так вот он выглядит, круглый, еще с тех времен. До сих пор он, слава богу, живой, целый. Тоже, я думаю, сюда можно будет или мальков на подростку подсадить, посадить, или еще там, может, каких-то рыбок, чтобы жили. В общем, двигаемся потихонечку, стараемся какую-то копеечку заработать. Как говорится, в домашних условиях, ребят. Вот такие дела. Тут, короче, чищу у мальчика наших, чтобы вы понимали. Вал ванную вот с ведра. И раз, вон, малек. Сейчас будем его выловлять. А ну, куда-то, ля, ля. Убегает, ребят. Шопа такая. Сейчас надо ловить. Хорошо, что я успел крышку эту закрыть. Ребятки мои хорошие, надеюсь, вы живы, здоровы, и все с вами в порядке. Кто хочет помочь каналу, карточке, приват, моно, закрепленном комментарии и под видео на корм животным, на дровишки. И на, собственно, лечение моего зуба и на ремонт бензопилы. Также, ребятушки, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм-группу. Всех обнял до хруста. Добра, бабла, позитива и мирного неба. И на ремонт бензопилы.